Дорога к дому для жильцов пятиэтажки на Октябрьском проспекте стала настоящим квестом. Чтобы подобраться к двери собственного подъезда, им приходится преодолевать полосу препятствий из грязи, ям и луж. Только не всегда выполнить эту миссию удается. Не так давно на этой дороге пострадала женщина. О неравной борьбе людей ЖКХ в сюжете нашего телеканала. Двор дома номер 63 по Октябрьскому проспекту уже на протяжении десятилетий выглядит так. Здесь даже независимо от погоды, лужи, грязь и ямы. Жильцы жаловались в администрации города, района, но результата не последовало. Все, чем им могли помочь, это засыпали асфальтовой крошкой. Но, как мы видим, то, что происходит за моей спиной, вряд ли можно назвать помощью. Жильцы дома спеша темным вечером домой рискуют не дойти до порога собственного дома. Здесь запросто можно угодить в яму и отправиться в травмпункт. Своего рода жертвой этой дороги в прошлом году стала Наталья Тимофеева. Женщина не дошла до подъезда всего пару шагов. Тут машины объезжают лужи. Я шла с работы и около подъезда меня сбила машина в самую лужу, вложила. Жильцы сиятуют. Эту самую дорогу у дома не ремонтировали с начала 70-х годов прошлого века, как только в пятиэтажке заселились первые семьи. Очень давно такое безобразие у нас. Мы обращались, сказали, а сфальтируйтесь за свой счет, если вас что-то не устраивает. Вот так я так понимаю. В последние годы, по словам собственников квартир, это место только раскапывали и закапывали. А приводить в порядок не берется никто. Живу здесь с 93-го года, никогда дороги здесь не было. Никогда. А в честь чего крошкой-то посыпали? А вот спросите у нас в управляющей компании, зачем они? В прошлый год посыпали здесь песком. Зачем? Для чего? Это вообще непонятно. То песком, то асфальтовой крошкой. Чем только не пытались засыпать дворовые колдобины, рассказывают жители дома. Но, как показывает практика, ни одна сомнительная технология не работает. Что-то здесь разворотили, тогда еще копали. Я говорю, привозите землю, потому что здесь вы все закопали, землю-то. Я говорю, привозите землю, и мы цветы вновь посадим. А он и говорит, мастер здесь был. И говорит, а зачем вам земля-то? Здесь не положено сажать на трассе. Вопрос, который долго оставался открытым для жильцов 63-го дома. Это дорога, придомовая территория или все же дорога общего пользования? Часы пик, машины там пробкой стоят, все здесь вот. Дети выскакивают сюда. А мне руководство отвечает, это земля, понимаете, принадлежит дому. Я говорю, какому дому она принадлежит? Это дорога общего пользования. На протяжении десятилетий жильцы во всевозможной инстанции пачками строчили письма, обращения и жалобы. Но результат пока нулевой. Одно письмо. А что отвечают? Отвечают. Денег нет. План не включили. Чья дорога насущны вопросы на сегодняшний день? Это же получается то, что мы должны содержать государственную дорогу за свой счет. Как пояснили в администрации города, дорога – это дворовая территория. Соответственно, за ее состоянием должна следить управляющая компания. У Кадилос, на чем в балансе состоит этот проблемный участок, в свою очередь утверждает, что ремонтировать его должна администрация Московского района. Посыпать асфальтовой крошкой, купленной на средства жителей, злосчастные лужи – это все, чем может помочь организация. И то, как пояснили в администрации двери, попытки благоустройства управляющая компания предприняла после звонков чиновников. На сегодняшний день единственный выход для собственников квартир – это скидываться и заказывать капремонт. Тем более проект, сделанный опять же за счет граждан, готов, но не реализован. Продолжение следует...